Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваша Виктория, это парфюмерный канал VitaCanFly. Я хочу, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы зашли ко мне в гости на огонек, на чаек, на кофеек. Кстати, запасайтесь, возможно, вам сегодня пригодится. И, конечно, хочу выразить отдельно благодарность за ваши теплые, искренние, душевные, уютные, нежные комментарии. Я очень сильно ценю, что вы видите в моих видео спокойствие, какой-то маленький островок умиротворения, что вы чувствуете всегда мое хорошее настроение, пишете об этом. Я очень сильно вас благодарю. Друзья, сегодня будет не длинное, коротенькое, скорее всего, видео. Я хочу рассказать вам про мои ореховые ароматы. В целом, это не самое мое любимое направление. У меня очень мало ароматов, где есть нотки различных орехов. Вот что вспомнила сегодня, то и покажу. Возможно, есть какие-то еще другие ароматы, о которых я просто запамятовала. Итак, давайте начнем. Первый аромат нашей подборки – это бюджетный красавец, такого насыщенного бордового, фиолетового оттенка. Это Avon Encanto Intense. По-моему, называется Plume & Hazelnut. Это белосветочный, это сливовый, это ореховый, древесный, сладкий аромат. Я слышу здесь очень громогласную, мощную, такую томную, даже немножечко сексапильную сливу. Возможно, она переработанная, добавили к ней, сверху посыпали сахарок или сахарную пудру. Очень нежный, красивый жасмин, без эндола, без всяких вот этих минусов жасминовых. Очень приятный, ярко ощущаемый белосветочный жасмин. И где-то далеко-далеко на фоне, я слышу, возможно, это мое воображение мне дорисовывает, так как я прекрасно знакома с названием из пирамиды данного аромата, на фоне лесной орех. Он именно какой-то такой фантазийный, скорее всего. Никакой мысленистости он не дает, никакого зеленого оттенка он не дает. Именно какой-то нежный, легкий аспект лесного ореха. Я хочу сказать, что мне всегда казалось, что этого аромата низкие технические характеристики. Он неплохой, вроде бы ничего так, но я просто поняла, что его время – это ветреный осенний день. Он долгое время у меня стоял, вот вы видите, уже у меня его меньше половины. Вот до такого уровня мы с дочкой его использовали. И тут как-то раз я нанесла его на себя и побежала за Алисой в школу. Она очень долго не выходила, я минут 20-30 на очень сильном ветру ее ждала, на улице. И я стою, одновременно злюсь на дочку, думаю, ну почему же, почему же, она не выходит, я уже замерзла. И одновременно я чувствую приятный, белоцветочный, такой сладковатый шлейф. Я думаю, от кого так вкусно пахнет, такой офигенный запах. Думаю, ну прикольно, кто так здорово надушился. И потом до меня доходит, что это пахнет именно от меня. И тут я мгновенно ощутила его богатый, оказывается, длинный шлейф. И потом я этот аромат весь день от себя слышала и слышала. И как-то по-особенному он на мне раскрылся именно в этот прохладный, дождливый, ветреный день. Хороший аромат для любителей сладких сливовых направлений. Про этого красавца есть на моем канале отдельный обзор. Это Ariflame Soul Fever Ecstatic for her. Вот сейчас я им довольна. Вот на данный момент он звучит так, как я бы и хотела. Но ему пришлось постоять в моем парфюмерном шкафу примерно полгода. Когда я его получила, он пах совершенно по-другому. И даже я помню, я делала обзор, я иначе его совершенно воспринимала и слышала. Сейчас он мне действительно нравится. Он набрал свои силы, свою мощь и радует меня в эти прекрасные осенние пасмурные хмурые серые дни. На старте я слышу кисленькую, приятную, зеленую свежинку. Скорее всего, за счет айвы и зеленого, такого хрустящего, твердого, яблочка свежего. Небольшую, опять же, свежинку, одновременно легкий такой налет сладости дает ягоды малины. Она здесь свежая, непереработанная. И вот здесь уже в игру вступает самый красивый блок, это сердечные и базовые ноты. Вот именно в сердце я слышу свежий орех, который только что освободили от скорлупы. И вот я держу его в своих руках. Сверху его посыпали перчиком. Опять же, никакой вот этой неприятной мыслинистости нет. Кстати, я совершенно не люблю вот эти какие-то ароматы подсолнечного масла или нерафинированного масла, или какого-то ароматного масла. Терпеть не могу эти ароматы, меня буквально в смысле даже поташнивают от них. Здесь именно просто настоящий лесной орех. Очень круто на фоне белоцветочья, и горденья, и жасмин там есть наверняка. И очень крутая, даже я бы сказала, около нишевая база. Она ванильная, специевая, бальзамическая, смолистая. Какая-то такая глубокая, очень теплая, даже разгоряченная. При этом немножко суховатая, амбровая база. Вот как-то так примерно я слышу этот аромат. И хочу повториться, что именно через полгода я стала понимать этот аромат. Я стала его носить именно активно, и я стала именно ценить всю его красоту. Вот, к сожалению, так долго он не отстаивался, чтобы раскрыть свои крылья, можно сказать. Интересный аромат. Очень теплый, бальзамичный, специевый, ореховый, приперченный немножечко аромат от Ariflame. Следующий аромат, где есть нота ореха, это очень странный, готический, такой прям, вот знаете, меланхоличный аромат. Брокар, Черный лебедь, Black Swan. Я бы сказала, что аромат далеко не для всех. Недавно мне спрашивали, какой бы аромат я посоветовала из русской коллекции от Брокар для ежедневной носки. Это очень сложный вопрос. Во-первых, мы все индивидуальны. Во-вторых, русская коллекция Брокар, она создана далеко не для всех. И далеко не каждый парк-любитель ее поймет, на мой взгляд. Ни в коем случае не рекомендую вам покупать без аттеста вообще ни один аромат. Тем более Черный лебедь и тем более Малахитовый цветок. Как он пахнет для меня? Ну, в основном я здесь слышу связку роза-почули. Готическая, темная, немножечко мрачная роза. Почули совершенно просто потрясающие, фееричные, какие-то шедевральные почули, на мой взгляд, здесь. Если вы не любите почули, то этот аромат точно не для вас. Помимо этого, я слышу сухой ветивер, древесные нотки. Очень все сухое, буквально высушенное на ветру. И когда я узнала, что здесь в пирамиде есть лесной орех плюс миндаль, я, конечно, начала здесь это искать. Либо сработал мой психологический какой-то такой момент, аспект. Я услышала на старте эти нотки. Либо они действительно здесь есть. Но только со временем, когда этот аромат пожил в моей коллекции уже год-полтора, а пользуюсь я им крайне редко, под особенное настроение, под особенный мой день, я его могу на себя нанести. И вот, да, сейчас я слышу ореховые аккорды, аспекты, ореховые какие-то переливы. Ну, это очень-очень акварельно, расплывчато, аморфно. Какой-то легкой вуалью вначале буквально проносится сквозь мой нос. Конечно, здесь какие-то еще есть приятненькие цитрусы, но они не бодрые. Это не взрывные цитрусы ни в коем случае. Они дают здесь такую легенькую, какую-то такую остренькую ноточку. Это не кислая нотка, не терпкая. Скорее всего, такая легкая-легкая свежинка цитрусов здесь есть. Роза, как я сказала, готическая. В целом аромат, конечно, абсолютно не для каждого носа, но мне он очень нравится. Так что, в итоге, со временем я услышала здесь орехи на старте. Еще один аромат от Брокара. Сегодня такая получается у нас бюджетная подборочка. Самый интересный из серии Нитара де Филичета, это, конечно, Тартуфо. Вы помните те времена, когда он появился, все его распробовали, и он резко пропал? Я помню, на Авито, в то время, когда его невозможно было приобрести, люди продавали его за 2, за 3, за 4 тысячи. Это, конечно, безобразие, на мой взгляд. Потом он появился, я благополучно купила его рублей за 300, за 400. Кстати, друзья, вы знаете, это отличное вложение 400 рублей. Да, на осень это прекрасно. Если вы любите имбирно, древесно, орехово, бальзамические ароматы, то, я думаю, вам понравится. Во-первых, здесь очень красивое оформление. Моя дочка очень долгое время любовалась на коробочку. Она выполнена в такой симпатичной технике. Я не знаю, может быть, акварельная эта техника называется. Здесь совершенно чудеснейший олень, абсолютно очаровательный. Темная жидкость. Многие на фрагрантике его сравнивают с черной орхидей. Не знаю, если честно, то, на мой взгляд, не знаю, это абсолютно разные ароматы. Начинается он, в целом он очень-очень теплый, он очень суховатый и очень согревающий аромат. Он стартует имбирно. Далее переплетаются припудренный, древесно-белоцветочный, всевозможные оттенки. Много бальзамических различных нот. Опять же, много сухого дерева и, возможно, мускус. А также, вроде бы, как здесь должна быть нота трюфелей. Не знаю совершенно, что это такая за фантазийная нота. Но в пирамиде нигде не указаны никакие ореховые аккорды, ноты. Но я вам скажу, что слышит мой нос. Я ближе к базе слышу здесь грековатые ореховые аккорды. А, скорее всего, именно скорлупу. Точнее, даже вот эти перегородки твердые, да, такие прямо древесневевшие, ореховые, маслянистые. Перегородки грецкого ореха. Да, я это здесь слышу, приближаясь к базе. Томный аромат. Как какой-то горячий напиток у камина. И вы сидите в кресле-качалке. На вас теплый кашемировый свитер. На ногах какие-нибудь приятные валенки из овчины. Амбровый аромат, древесный, красивый, он многогранный, он играет, он согревает. Я считаю, что за такую цену 300-400 рублей это настоящая бюджетная находка на осень. Конечно, нужно верить своему носу в первую очередь. Пирамиды это больше такой рекламный ход, да, чтобы нас привлечь. Это, возможно, даже какие-то фантазийные моменты рекламодателей, рекламщиков данного бренда. Мне часто пишут, что вы такое говорите в базе, точнее в пирамиде этого нету. Ну, я склонно верить себе в первую очередь. И раз я верю себе, то я и считаю, что я в полном праве озвучить свою точку зрения на тему того или иного аромата. Последний аромат под номером 5 это российский бюджетнейший бренд Аромавирус Орех в шоколаде. Здесь как-то кривовато наклеена именно клейчика. Про эти ароматы у меня есть отдельный развернутый объемный обзор на канале. Как я и говорила, что этот аромат больше, конечно, подойдет на прохладное время года Орех в шоколаде. Как называется, в принципе, он так и пахнет. Это очень сладко. Это мега попослепательно. Я знаю, что есть люди, которые очень любят такие направления, вот прям послаще, поярче. Вот чтобы прям было все на максималках, чтобы все кричало. Вот это именно тот случай. Для меня, конечно, это too much. Это даже перебор со сладостью. Но, в принципе, если понимать, что этот аромат стоит 190-200 рублей, здесь 11 мл. Вот так вот побаловаться, приобрести себе на осень, поиграться с этой малышкой, поносить в разные какие-то погодные, в разных погодных условиях. Если вы любите экспериментировать, почему бы и нет. Ну, помимо шоколада и ореха, я здесь слышу какую-то небольшую горечь, которая, возможно, и дает именно этот орех. Орех, скорее всего, здесь именно лесной. Хотя здесь, я так понимаю, да, это у нас на картиночке, по-моему, миндаль, если я не ошибаюсь. У моей доченьки, у Алисы, буквально через несколько дней будет день рождения. Мы, конечно, к этому мероприятию активно готовимся. Я у нее спрашиваю, Алиса, ну что тебе подарить, что-то еще хотела бы на день рождения получить. Алиса ответила, мам, вот все, что вы мне подарите, мне все обязательно понравится, но мне только одна к тебе просьба, купи, пожалуйста, килограмм орехов кишью. Вот я очень хочу, чтобы у меня был свой килограмм этих орехов. Это просто настоящая белочка, она обожает у меня орехи, и вот именно кишью ей больше всего нравится. Почему-то вот сейчас вспомнила эту смешную ситуацию. В общем, это очень сладко, это гурманский аромат, но, на мой взгляд, здесь все чересчур. Я бы сделала концентрацию чуть-чуть поменьше. Ношу данный аромат я достаточно редко, повторюсь, потому что ореховая тема, это не мое любимое направление. Ну что, мои дорогие друзья, я вам сегодня показала свою подборочку ореховых ароматов. Получается, что три из них бюджетные, два из них чуть подороже. Напишите, пожалуйста, есть ли в ваших коллекциях ароматы с ореховыми нотками, и какие виды, сорта орехов вы предпочитаете. Буду очень благодарна за любую информацию и за любые ваши комментарии под видео. Я вас обнимаю, желаю вам хорошего, успешного дня. Всегда старайтесь думать о хорошем, а если вам очень плохо, то не бойтесь поплакать. Я в этом ничего плохого не вижу. Любое проявление эмоций, это хорошо, мы все живые люди, и лучше поделиться с близким человеком какими-то своими переживаниями, чем все держать в себе. Целую и обнимаю. Встретимся, конечно же, в комментариях. Пока-пока, мои дорогие.